Ну что, Володя, дробно-сердечный, привет. С тобой давно не виделись, потому что у Танюшки нет, у Танюшки было не так давно. Танечка, мой спаситель, ты знаешь, да, что это самый лучший вообще доктор на этом свете. Все, мне спасла, и Детрой, и что, украсила даже витрину. В общем, все, мне сделала. Слушай, как ты без меня тут проживала? Я так соскучилась с тобой. Ты как на меня смотришь? Ты согласна мне? Ну, улыбаешься, главное, мне очень нравится. Ты знаешь, я вот хотела подарить тебе мои пуанты. Это, в принципе, символ моей профессии, я в них родилась. Вот, знаешь, когда я пришла валить на училище, у меня были тоже вот такие стопы, как у тебя ни подъема, ни было вообще ничего, никаких данных. А сейчас, ну, видишь, благодаря данным все на шагу открутится, плечики работают. В общем, знаешь, мне кажется, у нас с тобой дуэт получится хороший. Что ты думаешь? Потому что я уже скоро тоже стану такой, как ты. Ну, эти плантики я все-таки даю Танюше, в целом поздно. А ну, куда здесь поесть, куда. Танюша, это будет тебе. Спасибо большое. У нас общественная деятельность нашего проекта заключается единственным в том, что мы находим хозяев приютским котам и кошкам. Ух, какой. Какая прелесть. Или какая. Это какая? Какой? Арамис. Арамис? Да. Арамис. Вот такой вот у нас вот Арамис. Такой хороший кучик вообще. Если будет себя хорошо вести, он сразу пытается убежать. Не любит, кстати, пиарится. Он очень похож на моего кота Жоржика. У меня, правда, такой белый-серый. А дочь будет балериной? Нет, Ариша не будет балериной. Она пыталась заниматься в моем детском творческом центре. Я его, в общем-то, открыла три года назад первый раз. И он проработал всего лишь год. Я как раз его организовывала для того, чтобы Арише было где заниматься. И чтобы я точно знала, что там самые лучшие педагоги и все самые-самые профессиональные. Но Ариша позанималась полгодика. Сказала, мама, ты что, это не мое. Я и даже купила пуанты в Америке, в той же фирме, которая шьет пуанты, и в которых танцую я. А почему американские пуанты, они чем-то лучше наших? Я думаю, что все, что касается балета, у нас лучше. Это какое-то спасение. У нас самое лучшее в плане балета – это школа балетная, хорошая педагоги. Ну уж я не знаю, как сейчас. А пуанты и пачки нет? Конечно, нет. Пуанты наши – это пуанты, которыми мы все стирали ноги и пальцы в кровь. Я помню свое обучение в балетной школе в Санкт-Петербурге. Это был просто ужас. А американские пуанты – это пуанты фирмы Гейнер Минден. То есть они разработали такую технологию, когда вместо ткани и клея кладется… И клея? Да, на самом деле все думают, что какая-то пробка в пуантиках. Это не так. Это просто большое количество мешковины, проклеено настолько сильно, ну как по пьем-аше, что ли, если это объяснить так, русским языком и понятием. И вот она создает такую жесткость. А американцы придумали пластмассу. То есть такие пуанты, которые, по идее, можно стирать в стиральной машине. Серьезно. Это спасение вообще нереальное. И все танцуют на пуантах на американских? Ну не все, конечно. Не все, но в основном сейчас все переходят уже на американские. И у Ариши тоже они были. Нет, Арианна будет певица, она хочет быть артисткой. Она уже участвует в различных показах. Мама-то тоже у нее поет. В концертах. Ну я пою так, в принципе, для себя. И без права претензий на певицу. Просто это новая краска моего творчества. А у Ариши действительно очень хороший голос. Она 5 лет уже солистка в детском музыкальном театре Домисолька. Участвует в моих благотворительных концертах и в разных остальных других. Участвует в фотосессиях, занимается бальными танцами, английским языком. Частные уроки. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.